Девушки отдыхают Взгляните на все эти зубы. Такое животное сейчас не найти нигде. Но повадки этого существа ставят в тупик лучших палеонтологов мира. Вероятно, этот зверь был похож на кабана, но был злее, чем медведь-гризли. Одно известно наверняка, этот зверь был столь ужасным, что его называют адским кабаном. Доисторические хищники. Адский кабан. Доисторическая Америка. 30 миллионов лет назад. Начало эпохи Олигоцена. Земля остывала. С понижением температуры начал изменяться и ландшафт. Там, где сейчас расположены Небраска, Вайоминка и Южная Дакота, тропические леса сменялись совершенно другими условиями для жизни. Из-за исчезновения лесов животным надо было приспосабливаться к новому опасному миру. Миру открытых пространств, где некуда спрятаться. К миру, в котором был только один способ выжить. Убегать. К открытым пространствам приспособились верблюды и лошади. Им приходилось быстро бегать, чтобы спасаться от хищников. Поскольку добычу стало труднее поймать, хищникам тоже пришлось измениться. В этой гонке на выживание, чтобы не умереть с голоду, нужны были быстрые ноги и крепкие челюсти. Здесь обитали немровиды, саблезубые хищники семейства кошачьих, которые убивали жертв одним укусом. А также внушающий ужас гиеннодон со смертоносными челюстями. По этим полям смерти бродил еще один зверь. Ученые называют его энтолодонтом. Более метра в холке. Весом 270 килограммов. Энтолодонт был угрозой номер один в эпоху олигоцена. Энтолодонты были такими уродливыми, что полюбить их могла только собственная мать. А на месте других животных, завидев вдалеке такое чудовище, думаю, вы бы развернулись и отправились в противоположном направлении. Палеонтологи всегда с уважением относились к несравненной мощи энтолодонта, но его повадки остаются одной из самых интригующих загадок эволюции. Добывал ли этот зверь пропитание охоты или использовал тело, подобное боевой машине при защите от других хищников? Говоря о его способностях кусать и жевать, вы бы предпочли держаться подальше от этого зверя. Вы только посмотрите, взгляните на размер черепа, взгляните на все эти зубы, такого животного не существует нигде. Имя энтолодонт означает «с совершенными зубами». Его зубы расположены идеально, что придает укусу такую сокрушительную силу. Мощь челюстям придавали массивные скулы, которые служили опорой мышцам, приводящим в движение самые смертоносные челюсти эпохи. Челюсти, которые могли раскрываться на 90 градусов и сжиматься сильнее, чем у бегемота или у крокодила. Этот зверь был создан природой, чтобы кусать. Но чем он питался и как, остается загадкой. У энтолодонтов нет современных родственников, во всяком случае близких. И перед палеонтологами стоит сложная задача определить, что составляло их рацион. Чем могло бы питаться животное с огромным выступом на черепе и такими огромными зубами. Какими были его повадки? Окаменелые останки энтолодонтов впервые привлекли внимание ученых в 50-х годах 19 века. Тогда считали, что это было животное, похожее на медведя. Но затем углубления в зубах натолкнули ученых на мысль, что энтолодонты выкапывали коренья. А значит, буквально питались, как свиньи. Сегодня научные исследования подтвердили, что ближайшим современным родственником энтолодонта является кабан. Но хотя у этого создания есть черты кабанов, ученые едва ли могут отнести его к какой-то одной категории. Во многом они похожи на кабанов, но они также похожи и на медведей. А еще у них есть общие черты с гиенами. Никто раньше не задумывался об этих животных, и сегодня не существует ни одного вида, который можно было бы сравнить с энтолодонтами. С образом жизни энтолодонтов связано несколько трудных вопросов палеонтологии. Энтолодонты исследуют новое поколение ученых, чтобы понять, почему у этого травоядного животного зубы как у плотоядного. Челюсти у энтолодонта различают 4 вида зубов. Клыки, резцы, малые и большие коренные зубы позади. Задние и большие коренные зубы идеально подходили для пережевывания растительной пищи. Но трудно представить, что такие острые клыки и резцы служили лишь для поедания растений. В 1993 году было сделано открытие, что энтолодонты разгрызали не только коренья. Здесь у нас несколько позвонков с четко выраженными поперечными отростками. На протяжении более 15 лет в этом карьере в бесплодных землях Южной Дакоты палеонтологи находят множество окаменелостей животных, которые жили в одно время с энтолодонтом. Это одна из них. Впервые на поверхности за 33 миллиона лет. 30 миллионов лет назад сюда на водопой приходили стада носорогов, верблюдов и первых лошадей. У нас есть несколько сочлененных ребер. Также ученые обнаружили скопление костей энтолодонта, одной из крупнейших в истории Северной Америки. Так много, что место раскопок прозвали Большой Кабаньей Ямой. Охотники за окаменелостями нашли доисторический аналог отпечатка пальцев. Следы зубов энтолодонта на костях всех самых крупных и быстрых животных того времени. Вы видите следы от укусов на задней поверхности черепа носорога. Кто же мог оставить такие отметины? Если рассмотреть череп энтолодонта, мы увидим, как велико расстояние между малыми коренными зубами, и если приложим сюда, надо же, практически совпадают. Но если предположить, что это животное было способно сверху прокусить череп носорога. В ходе раскопок было получено неоспоримое доказательство того, что энтолодонты питались не только растениями и больше походили на свирепых доисторических хищников, чем на современных свиней. По передней части челюсти можно сказать, что у зверя был очень сильный захват. Зубы плотно смыкаются. Они соединяются вот так. Кончики зубов не касаются друг друга, что не очень подходит для поедания растительности. Передние зубы не только плотно смыкаются, но и немного наклонены вперед. Это позволяло энтолодонтам вцепляться в добычу и отрывать куски. Характерный признак плотоедных, но не травоедных животных. Резцы и клыки вполне подходящей формы, чтобы их обладатель мог оторвать кусок туши. Но расположение зубов не единственная причина, по которой палеонтологи полагают, что энтолодонт был плотоядным. На пересеченной местности штата Вайоминг ученые находят все больше костей со следами мощных челюстей энтолодонта. На великих равнинах Северной Америки ученые выслеживают доисторического кабана. У энтолодонта были зубы и челюсти свирепого хищника. Но длинные, тонкие ноги и раздвоенные копыта указывают на то, что он не был столь хорошим охотником, потому что не мог использовать их, чтобы схватить жертву. За что этого зверя прозвали адским кабаном? Один опытный охотник за окаменелостями полагает, что нашел ответ. Я считаю, что это истинный хищник. Он стоял наверху пищевой цепи, как сегодня лев в Африке, и как тираннозавр-рекс в конце мелового периода. Палеонтолог Кент Санделл с большим уважением отзывается о силе этого животного. В системе рек штата Вайоминг он обнаружил то, что считает доказательством его охотничьего искусства. 25 миллионов лет назад здесь была плоская равнина, и к реке на водопой приходили лошади, верблюда и носороги. Это привлекало свирепых хищников, таких как гиеннодоны и соблезубые кошки. Здесь было идеальное место, чтобы подстерегать и убивать неосторожную добычу. В 1998 году доктор Санделл нашел искалеченные скелеты семи маленьких верблюдов. Все кости были обглоданы, а у шести верблюдов недоставало задних частей. Теоретически они могли стать жертвами разных хищников, к примеру, гиеннодона или первых соблезубых кошек. Но когда доктор Санделл сопоставил зубы плотоядных Уайт-Ривера со следами укусов на верблюжьих костях, подошел только один вид. Следы зубов сами по себе не доказывают, что этих верблюдов убил энтеллодонт, но расположение этих следов тоже улика. На костях верблюдов, которые я показываю, следы укусов сохранились на затылке и у основания головы. Он подбирается к жертве и пытается пробить колыками череп. Доктор Санделл считает, что это поведение выдает истинного хищника, убивающего своих жертв перед тем, как съесть. За сотни километров отсюда в штате Огайо найдено еще одно свидетельство того, что энтеллодонты могли охотиться. Свидетельство получено из научной экспедиции, которую никто раньше не совершал. И это свидетельство внутри головы энтеллодонта, возраста 30 миллионов лет. В университете Огайо анатом Ларри Уитмер использует метод компьютерной томографии, чтобы получить модель мозга доисторических животных. При первом моделировании мозга энтеллодонта он заметил нечто необычное. Глазницы этого животного обращены прямо на нас. Это говорит о том, что у энтеллодонта почти наверняка было бинокулярное зрение, при котором поля зрения накладываются друг на друга, позволяя воспринимать объем изображения. Ларри Уитмер считает, что по типу зрения энтеллодонта можно отнести к хищникам. Существует большая вероятность, что этот зверь использовал бинокулярное зрение. Так поступают хищники, поджидающие в засаде, чтобы заметить добычу и определить расстояние до нее. Таким образом, он мог выбрать нужную скорость и подобраться на нужное расстояние, чтобы наброситься на жертву. в том числе, чтобы обрабатывать своих врагов. Но странное анатомическое строение энтеллодонта не предполагает способности бегать и прыгать. Кости его тела легки по сравнению с массивным черепом. Но на самом деле энтеллодонты без труда носили свою огромную голову. Им помогали мощные пласты мышц, протянувшиеся от верха позвоночника к ногам и от основания головы к хвосту. Вынесенную вперед голову животного поддерживали эти связки, соединяющие позвонки и кости черепа. Здесь, с этих обеих сторон, располагалась сплошная мышечная ткань, между грудиной и челюстью тоже. Вот здесь. Слишком большую голову поддерживали мощные мышцы. Но чтобы схватить верблюда, было необходимо умение бегать, быстро бегать. Здесь решающую роль играет легкое, подвижное тело энтеллодонта. Однако есть одна проблема. Когда хищник нападает на жертву, он выпускает когти, чтобы вцепиться в нее и повалить на землю. Имея в своем распоряжении только раздвоенные копыта, энтеллодонт не мог вцепиться в убегающего верблюда. Или мог. Должно быть, у него был свой способ, потому что есть неоспоримые доказательства того, что энтеллодонту на обед досталось немало крупных млекопитающих. Похоже, среди этого скопления костей есть одна очень крупная кость конечности. Мы нашли свидетельство того, что энтеллодонты вгрызались в кости всех животных, включая носорогов. Они вцеплялись зубами в туши верблюда. Мы нашли трубчатые кости носорогов со следами их зубов. Вот эти следы укусов, о которых мы говорили. Кент Санделл полагает, что по черепу верблюда с Уайт-Ривер можно определить, как парнокопытный хищник хватал добычу. Он приближался, бежал бок о бок с жертвой и пытался вонзить клыки в череп или загривок, нанося от пола-тое ранение. Или мог вцепиться в хобот или удлиненную морду животного. Специалист по энтеллодонтам Скотт Фосс не согласен со сценарием Кента Санделла. Я сомневаюсь, что энтеллодонт использовал зубы, чтобы схватить добычу. Возможно, он использовал свою массу и скорость, просто с разбегу он оскакивал на жертву и валил ее с ног. Как только жертва оказывалась на земле, он пускал в ход зубы, а также свои мощные челюсти, которые могли прокусить все, что угодно. И, возможно, прокусывали голову животного, как в этом случае. У энтеллодонта есть все необходимое, чтобы убивать добычу. Но процесс охоты состоит не только из убийства. Хищник высшего звена должен уметь выследить и подстеречь свою жертву. Чтобы понять, как это происходило, ученым предстоит заглянуть в мир энтеллодонта при помощи окаменелостей. Чтобы мы увидели, если бы прошли по следу энтеллодонта 30 миллионов лет назад. На месте проведения раскопок в Небраске ученые так и поступили. И следы поведали им о том, как эти животные добывали себе пропитание. Северо-запад штата Небраска здесь находится геологический парк Тоутстол, одно из самых отдаленных туристических мест. и просто клад для всех, кто интересуется происхождением жизни. Так, тут у нас пятка. Палец, еще палец, основное копыто, на которое приходится большая часть веса, средний палец. Перед нами очень хорошо сохранившийся след носорога. 30 миллионов лет назад эти камни представляли собой топки и берега реки, где мигрирующие животные оставляли свои следы. Следы до сих пор сохранились на камнях Тоутстола. Очистив след, мы выяснили, что это был очень милый носорог, весом 200-300 килограмм. Дэйв Никсон уже более 25 лет занимается изучением окаменелых следов животных в парке Тоутстол. Здесь он падает первый раз. Он наполняет следы водой, чтобы их было лучше видно. По ним ученый может судить о поведении животного. И он определенно бежал быстрый поступью, но при этом был спокоен, пока не достиг этого места. Здесь зверь увяз в грязи и начал сильно беспокоиться, отталкиваясь ногами. Приземлился здесь и почти выбрался из грязи. Сделал прыжок, затем второй, и видно, что он был чем-то возбужден или даже испытывал страх. А если вы травоядная, кто-то точно захочет съесть вас на обед. Следы на камнях говорят о том, что носорога кто-то преследовал. У нас есть еще следы поменьше, они кажутся крохотными, пока не обнаруживается, что это только кончики пальцев. здесь когда-то прошел энтелодонт. Следы энтелодонта в парке Тоудстул дают таким ученым, как Дэйв Никсон, ни с чем не сравнимую возможность выяснить, как могли охотиться эти животные. Потому что в тот день, 30 миллионов лет назад, носорога могли преследовать не только энтелодонты. И здесь у нас несколько следов хищников. Вот эти меньше по размеру, и внутри них можно заметить отпечатки когтей. А здесь еще один след. Возможно, тем хищником был гиеннодон. 30 миллионов лет назад гиеннодон был одним из самых свирепых хищников Северной Америки. Его мощные челюсти могли свалить любую добычу. Затем он добивал жертву острыми, как бритва зубами. А еще у него хватало терпения преследовать добычу на больших расстояниях. Хищники преследуют статных животных, которые идут первыми, держась к ним довольно близко. Они практически наступают им на пятки. как ни странно, следы также указывают на то, что интеллодонты позволяли своим соперникам подобраться ближе к добыче. Они следуют за главным стадом, но находятся не так близко. Почему голодный интеллодонт, преследующий добычу, вдруг позволяет другому хищнику присоединиться к погоне? Ответ на эту загадку может быть самым неожиданным. Интересно то, что носороги перемещаются в том направлении, а интеллодонты бегут под углом около 45 градусов к этой прямой. Странно, что интеллодонт идет зигзагом, учитывая, что гиенодон приближается к добыче. Некоторые ученые полагают, что у интеллодонта были на то свои причины. Эти причины обнаружили при помощи компьютерной томографии. Когда анатом Ларри Уитмер воссоздал модель поверхности головного мозга интеллодонта, его внимание привлек один особенно крупный нервный узел. Размер этого образования огромен, а это нервные окончания, которые фактически передают сенсорную информацию, поступающую через нос. нюх нельзя сказать, что нюх у него был как у ищейки, но обоняние все же было довольно чутким. И, конечно, такая система обоняния была вполне пригодна, чтобы учуять запах туши животного. И это может служить объяснением, почему интеллодонт в парке тоудстул следовал за носорогами и гиенодоном зигзагом. Такая траектория, возможно, помогала учуять запах крови. Он что-то ищет, предположим, вот здесь, обходя это место по кругу. Когда ветер доносил до него запах, он мог в определенном смысле произвести триангуляцию и найти объект. Находясь против ветра, он не чувствовал запаха. Но, зайдя с подветренной стороны, улавливал все запахи. Он держал нос по ветру, улавливал запах, а потом начинал двигаться зигзагом, переходя с одного берега реки на другой, пока не учует запах, затем направлялся к его источнику. А перемещаясь из стороны в сторону, он мог распознавать изменения запаха и определять, в каком направлении двигаться дальше. Как мы узнали, что он вел себя именно так? И в наши дни так делают животные с хорошим обонянием. Повадки современных хищников могут во многом подсказать, как жил интеллодонт. Нет никакого сомнения, что эта боевая машина 30 миллионов лет назад была создана, чтобы убивать. Но интеллодонт мог позволить сделать это другим, а потом просто завладеть добычей. Одна из распространенных тактик, которые мы наблюдаем, это когда один хищник отгоняет соперника от туши. Мы видели подобное в Йеллоустоунском национальном парке. Когда волки завалили лося, а медведь гризли пришел и выгнал всех, потому что он крупнее и агрессивней, и съел все один. Возможно, это случилось и с гиенодоном в парке Тоутстул. Гиенодон настиг из-за грыз уставшего носорога и принялся за поедание туши. Пока не появился кабан. И острозубый звери свирепого хищника превратился в неудачника. Может быть, гиенодон попытался оказать сопротивление? Но энтелодон значительно превосходил его в массе. У энтелодон было все необходимое, чтобы захватить любую добычу. Я не представляю хищника, который был способен дать ему отпор. Некоторые ученые не согласны, что именно в этом заключается секрет успеха энтелодон он мог охотиться. Но ему не обязательно было делать это постоянно. Вместо этого он предоставлял истинным хищникам преследовать и убивать добычу, а затем присваивал плоды их труда. Отобрать пищу у гиенодона, даже если придется вступить с ним в схватку, все равно гораздо легче, чем самому выслеживать, загонять и забивать добычу. Если энтелодонт питался падалью, то его сложное биологическое строение не кажется столь странным. У него было зрение охотника, обоняние падальщика, передние зубы плотоядного и задние зубы, как у травоядных. Возможно, он эволюционировал из травоядного во всеядное, в животное, которое поедало, все, что можно было добыть в стремительно меняющемся мире. На самом деле, этот зверь мог питаться, чем ему вздумается. Вот одна из причин, по которым эти животные пользовались таким успехом на протяжении всего своего существования. Однако везучесть энтелодонтов теперь подвергла испытанию сама планета. Земля постепенно остывала, и ландшафт менялся. Некоторые из самых опасных соперников энтелодонтов не выжили, но адский кабан сумел доказать, что способен вынести испытания эволюции. Он увеличился в размер. 25 миллионов лет назад энтелодонт был царем зверей. Он бродил по пустошам Северной Америки, ничего не боясь, поедая все на пути, захватывая любую добычу, которую пожелает. Речь идет о самом крупном и свирепом животном, которое когда-либо обитало на бесплодных землях, и, возможно, о самом кровожадном звере на Земле вообще. Ничто не могло избавить мир от владычества энтелодонтов, которое продлилось бы еще миллионы лет, если бы не сама планета Земля. 25 миллионов лет назад началась так называемая эпоха миоцена. На Земле стало еще холоднее, и Северная Америка начала меняться. Сохранилась тенденция перехода климата в более засушливый. Лесов стало все меньше, они встречались в виде небольших отдельных участков, в основном на берегах рек. Таким образом, ландшафт представлял собой бескрайние поля, напоминающие великие равнины сегодня. Окаменелости свидетельствуют о том, что, когда растительной пищи стало меньше, началось массовое вымирание. Чтобы выжить, приходилось проходить огромные расстояния в поисках пищи. Одним из результатов естественного отбора, которым мы наблюдаем, было то, что животные становились крупнее. Это позволяло им покрывать большие расстояния, чтобы найти необходимое для жизни пропитание. А значит, перед хищниками встал вопрос жизни и смерти. Теперь животные, на которых они охотились, были больше, быстрее, и убить их было не так просто. Это как гонка на выживание. Если жертва становится намного крупнее, плотоядным с ней уже не справятся, и поэтому они, в свою очередь, становятся больше, чтобы продолжать питаться крупной добычей. Некоторые хищники, например, гиеннодон, не справились с этой задачей. После 10 миллионов лет, когда этот зверь был главным охотником Северной Америки, он исчез из летописи окаменелостей, таким образом поставив под вопрос выживания энтолодонтов. Когда хищник вымирает, в опасности находится и падальщик. Падальщику приходится менять свои привычки и повадки. Если он проявит недостаточную гибкость, ему придется нелегко. Действительно, так называемый адский кабан исчез из летописи окаменелостей тогда же. Но этот вид не прекратил существование. Энтолодонты эволюционировали, чтобы править североамериканскими равнинами и отомстить. Этот кабан не вымер. Он стал огромным. Рост новой версии был более двух метров. Он в 4-5 раз превосходил по размеру своего предшественника и сохранил тело танка и ноги спринтера. Его череп и челюсти стали еще массивнее и страшнее. Он был крупнее современного бизона. Ученые называют его Динохиус, что означает ужасный боров. Настолько ужасный, что заработал себе прозвище Кабан Терминатор. Динохиус это чудовище из чудовищ. Это настоящий монстр. Один только череп достигает почти метра в длину. Этот монстр мог прокусить все, что угодно. Клыки были вот такой толщины. Животные и вправду были крупные. Что же они делали? Разгадка находится в Эгейт Спрингс в Небраске. Одно из немногих мест в Северной Америке, где были найдены останки динохиусов. 24 миллиона лет назад здесь был источник зеленый оазис в море сухой травы. Сотни животных, среди которых много носорогов, приходили сюда на водопой. А когда засуха и холод уничтожили их запасы пищи, приходили сюда умирать, превращая Эгейт Спрингс в рай для хищников и излюбленное место кабана терминатор. Этот зверь поедал крупных животных. Мы думаем, что его основной пищей были большие носороги, которые жили в то время и гигантские ленивцы, обитавшие около Эгейт Спрингс. Это кость конечности гигантского ленивца. и на ней видно множество следов укусов, нанесенных хищником или падальщиком. Малый коренной зуб энтелодонта, один из зубов, находящихся сразу после клыков, очень хорошо подходит под эти следы. Когда его тяжелые челюсти вгрызались в тушу одного из крупнейших животных миоцена, Динохиусо доставалось не только мясо. Важная часть этой кости оконечность, от которой зверь отгрыз кусок. Животное прокусило кость, сделав в ней отверстие, чтобы добраться до питательного костного мозга внутри. Костный мозг – одно из самых питательных веществ, доступных хищникам. И во времена, когда все вымирало, он был главным источником пропитания. Изменение климата в миоцене стало причиной гибели тысяч видов, а рацион, основанный на костном мозге, позволил кабану-терминатору выжить. Трубчатые кости содержат костный мозг, который годен к употреблению еще несколько лет после гибели животного. Это как консервированный жир во время засухи. Таким образом, кабаны могли добыть себе пропитание, даже если все вымирали и оставались только скелеты. Кабан-терминатор это пик эволюции интеллодонта. Этот зверь достиг огромных размеров, чтобы пережить климатические изменения миоцена. Можно сказать, что в этом он преуспел. Хотя не совсем, потому что в новом мире выживание зависело прежде всего от качества, которым кабан-терминатор не обладал. 20 миллионов лет назад в Северной Америке появился новый чудовищный хищник собака-медведь. Эпоха миоцена 20 миллионов лет назад. На северо-западе Небраски Динохиус или кабан-терминатор сейчас приступит к трапезе. Но скорее всего ему помешают пообедать. обладая внушительным размером он мог бы справиться с любой угрозой, кроме той, которую не встречал раньше. Приходят собака-медведи. Недавний переселенец из Азии этот дикий и свирепый зверь не отступит ни перед каким противником. Собака-медведи мегирировали из Китая и Монголии, перейдя Беринга в пролив на территорию Северной Америки около 23 миллионов лет назад. Как раз тогда, когда внезапно вымерли главные хищники Северной Америки гиеннодоны. Ученые подозревают, что это непростое совпадение. Они определенно были гораздо лучшими хищниками по сравнению с гиеннодоном. И разумно было бы полагать, что именно они способствовали вымиранию последних гиеннодонов в Северной Америке. Когда исчез последний гиеннодон, собака-медведи остались лицом к лицу с единственным конкурентом Кабаном Терминатором. Динохиус полагался на свои внушительные габариты и смертоносные челюсти. Это преимущество, которое обеспечивали его предкам победу над гиеннодоном. Но собака-медведи обладали оружием следующей ступени эволюции. Первым преимуществом была скорость. С огромной мышечной массой Динохиус был быстрым бегуном на короткие дистанции. Но на больших открытых пространствах особенности строения собака-медведи лучше подходили для долгой погони за добычей, которую становилось все труднее поймать. Если рассмотреть скелет этого животного, заметно, что оно более высокоразвитый и гораздо быстрее бегает. Мы видим, что ноги лошадей и верблюдов стали длиннее, поэтому в том, что касалось погони за добычей, у этого животного было несомненное преимущество. Следующим его оружием были зубы. Энтолодонты хорошо питались, поскольку их челюсти и зубы могли отрывать куски мяса и прогрызать кости, добывая питательный костный мозг. Но собака-медведи могли делать то же самое и даже лучше. Это животное превосходно грызет кости, поедает их, дробит на куски. А еще у него есть зубы острее, чем у любого энтолодонта. У энтолодонтов, к примеру, были стесаны кончики огромных клыков, возможно, из-за того, что им слишком часто приходилось прокусывать кости. Собака-медведи никогда так не делали, их клыки были гораздо острее, и резцы у них тоже гораздо острее, чем у любого энтолодонта. Таким образом, они делали все то же самое, что в свое время делали энтолодонты, только гораздо лучше. Собака-медведи бегали быстрее и кусались сильнее, чем кабан-терминатор. И еще у них было третье оружие, недоступное энтолодонту. Самая смертоносная сила, когда-либо существовавшая на Земле. У собака-медведя был гораздо лучше развит мозг. Он был намного ближе к тому, который мы наблюдаем у современных животных. энтолодонтов был простой, древний, гладкий мозг. У собак и медведей уже была лучше развита кора с большим количеством извилин. Это были более высоко организованные существа. А вместо того, чтобы развивать мозг, энтолодонты отреагировали на изменения миоцена, увеличившись в размерах до Динохиуса. На протяжении почти 20 миллионов лет они удерживали власть благодаря грубой силе. Но этому пришел конец. Отныне не мускульная сила, а мозги определяли победителей, проигравших в битве за выживание. Эта схватка на уровне нервной системы затронула весь мир млекопитающих. Вначале гонки стало очевидным, что энтолодонты не примут в ней участие, возможно, поэтому они и оказались в какой-то мере в проигрыше. Действиями этого животного почти всегда управляли инстинкты и набор довольно примитивных рефлексов. Его нельзя было назвать слишком сообразительным. Схватки Динохиус был бы быстрее и сильнее, но более развитый мозг, возможно, давал собакамедведям решающие преимущества. Сегодня умные хищники вроде волков компенсируют свои небольшие размеры, охотясь в стаях и используя особую тактику нападения. Собакамедведи могли использовать те же методы против Динохиуса. Динохиусу трудно соревноваться с собакамедведями. Если их целая стая, даже крупному Динохиусу придется потрудиться, чтобы отогнать их от добычи. Эти животные были мельче и слабее Динохиусов, но умнее и, возможно, умели отнимать добычу. Для этого они и применяли разную тактику. Могли обмануть Динохиуса, увезти его прочь от добычи или даже вступить со своим конкурентом в открытую схватку. Как это ни странно звучит, но все это скорее всего так и было. Таким образом, у этого животного лучше развиты зубы. Он развивает большую скорость, тело гармонично сложено, а главное выше уровень интеллекта. Соотношение объема мозга с размерами тела больше, чем у любого интеллодонта. Это животное превосходит интеллодонта по всем возможным показателям. Через несколько миллионов лет после своего появления в Америке они выжили Динохюсов. Их излюбленная пища гигантские ленивцы тоже вымерли. Не получая достаточно пропитания, для поддержания огромного веса кабану-терминатору пришлось конкурировать с собаками-медведями в охоте за мелкой добычей. И этой скудной пищи им не хватало. Огромные габариты, которые были так полезны, теперь оказались роковой ошибкой. Они дожили до того момента, когда больше не было выгодным продолжать расти. Настало время, когда количество еды, которое можно было отнять у других животных, стало недостаточным для поддержания численности. не получая достаточного количества калорий, кабан-терминатор стал последним из антелодонтов. Видите ли, если ваша добыча вымирает, вероятно, вы тоже обречены. Увеличение в размере не стало выходом из сложившейся ситуации. Несмотря на быстрое исчезновение, антелодонт был удачным видом с точки зрения эволюции. Он сохранял главенствующее положение почти 20 миллионов лет. Этот зверь мог и охотиться, и питаться падалью, и отыскивать растительную пищу, что позволяло ему выжить, питаясь всем, что было доступно. Это поведение теперь является нормой для многих современных всеядных, например, медведей и человека. И некоторые, например, считают, что частичные инстинкты энтелодонта продолжают существовать. Когда я был ребенком и жил на ферме, мне всегда говорили, не упади в свинарники, а то свиньи тебя съедят. Но существующие ныне потомки энтелодонтов не так интересны ученым. Наука раскрывает секреты энтелодонта. Подобного зверя на Земле больше не существовало. нам известно, что это было пристранное создание зубастый зверь с тягой к разрушению, который десятки миллионов лет господствовал в своем жестоком и опасном мире. Стоит отдать дань уважения энтелодонту вероятно самому необычному и самому загадочному из всех доисторических хищников. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гавриев. Арк-ТВ. 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 Арк-ТВ.